Гучо, твоя любовь и всё, что у меня есть. А ты это хочешь отнять? Нет, дорогая. Гучо, я люблю тебя. Суси. Поцелуй меня. Я хочу, чтобы ты любил меня. Нет, Суси. Почему? Мы зашли слишком далеко. Ты нужен мне. Они сказали, что мы больше не встретимся. Папа в ярости. Он запретил мне видеться с тобой. Он такого наговорил о себе. Это не имеет значения. Гучо, я хотела продолжить учёбу. Успокойся, ты будешь учиться. Отец мне не разрешит. Нет. Он хочет разлучить нас. Не плачь. Он сказал, если увидит нас вместе, то и забьёт меня до смерти. Тогда мне лучше уйти. Нет, не оставляй меня. Но если твой отец нас увидит... Не уходи. О, Боже, я знала, что ты бросишь меня. Не плачь. Я здесь, с тобой. Не плачь. Ты всё, что у меня осталось, Гучо. Я знаю, успокойся. Ты любишь меня, правда? Суси, я люблю тебя. Но сейчас мы должны думать о другом. Нет, я не хочу. Я люблю тебя. Только тебя. Гучо. Милый. Суси, может, мне лучше уйти? Не уходи. Мы будем любить друг друга, Гучо. Очень сильно. Люби меня. Эми, я никогда не видела тебя такой грустной. Сейчас Рождество. Время любви, радости. Это самый прекрасный праздник в году. Надо радоваться. Не знаю. Я очень волнуюсь за Гучо. Из-за того, что произошло. Всё позади. Забудь. Это не так просто. Я говорила с Гучо, и вдруг почувствовала себя старухой. Нина, я ведь всего на несколько лет старше его. И я поняла, что между нами пропасть. Огромная пропасть. Гучо, который разделяет отцов и детей, молодых и старых. И порождает непонимание и отчуждение. Я его не понимаю. И на самом деле мне немного страшно, когда я вижу, как молодые люди так рано вступают во взрослую жизнь. Когда они готовы на всё ради свободы и независимости. Понимаешь, жизнь проходит так быстро, что этого не замечаешь. И молодые торопятся жить. Человечество уничтожает само себя. Так какой смысл в том, чтобы бороться, делать усилия? Они так думают, понимаешь? И нужно спешить. Потому что неизвестно, что будет завтра. Они хотят наслаждаться жизнью. И не обращают внимания на то, что происходит вокруг. Да. Мне тоже стало не по себе. Вот что я думаю. Мы должны стараться сделать мир лучше. Ради нас самих и наших детей. Но у меня не слишком много времени, чтобы думать о таких вещах. Видишь, люди даже не хотят задуматься. Задуматься о жизни. Не знаю. Я волнуюсь. Я очень волнуюсь за своего брата. Моника не такая, как Гуча. Она очень практична и реально смотрит на жизнь. Единственное, что ей нужно, это достичь положения в обществе. По любым способам. Она наговорила мне много обидных вещей. Но больше всего... Меня беспокоит ее отношения и то, как она на меня иногда смотрит. С какой-то ненавистью и обидой. Ты представляешь? Эми, она смотрит с обидой. Она должна благодарить тебя за все, что ты для нее сделала. Да, но... Вчера вечером она сказала, что ненавидит меня. И... И я это чувствовала. Ее ненависть. За что ей тебя ненавидеть? Для этого нет никаких причин. Моника, ты сводишь меня с ума. Я пытался забыть тебя, но не могу. Я хочу видеть тебя каждый день. Я рада, потому что чувствую то же самое. Я тоже по тебе скучаю. Ты правда меня любишь? Да, очень. Дорогой. Пойдем туда, где нам никто не будет мешать. Сегодня я не могу. Жена пилит тебя, что ты не бываешь дома. Моника, прошу тебя. Мне пора. Но не домой. Я хочу кое-что купить. Для тебя. Тебе понравится. Подарок мне? Да, увидишь. Что это? Завтра узнаешь. Иначе будет неинтересно. Я должна защищать своих брата и сестру, даже если они этого не хотят. Иногда мне хочется быть их матерью, а не сестрой. Я бы как наседка. Закрыла их своими крыльями и охраняла от всего плохого. А когда нужно, наказывала бы. Вот так. Не принимай так близко к сердцу. Перестань думать о других. Подумай лучше о себе. У меня тоже все не так хорошо, как бы хотелось. Проблемы с Алехандро? Не знаю, может, я сама это придумала. Но он стал другим. Как будто что-то изменилось. Как будто он что-то скрывает от меня. Правда? Да, я это чувствую. Кажется, есть что-то такое, что он не хочет мне говорить. И мне страшно. Я боюсь спросить, потому что думаю, что это что-то ужасное. И оно может нас разлучить. Почему Алехандро влюбился в нее? Что в ней особенного? Мария и Эмилия не похожи на других. Она глупая. Но мужчинам, похоже, нравится ей. Пора сдаться, Марсия. Алехандро любит ее. Это видно по его глазам. Он никогда не испытывал такого ни к одной женщине. И прости, что говорю это, но и к тебе тоже. Так что успокойся. Надо уметь признавать свои поражения. Ты меня не знаешь. Ты, оказывается, ничего обо мне не знаешь. Ты о чем? Я не сдамся. Я буду бороться с Марией Эмилией Пардо Фигероа всеми возможными методами. И у меня уже есть план. Для начала я зайду к ней в гости. Думаю, ты преувеличиваешь. Все хорошо. Он же хочет сделать тебе сюрприз отвезти туда, где ты еще не была. Да, но все равно Алехандро что-то скрывает. Ну как? Как я выгляжу? Если бы ты не был моим братом, я бы в тебя влюбилась. Ты заслуживаешь поцелуя. И еще одного, и еще, и еще. Ты клоун. Нет, все в порядке. Я был им раньше, но теперь... Я говорю не о костюме, а о том, как ты ведешь себя с Ниной. Это потому, что она помогла мне с костюмом и спасла мне жизнь. Хватит. Прекратите глупости. Нина чуть не забыла. Я же говорила с Алехандро о твоей работе. Тебя согласны взять на работу в любое время. Как хорошо. Я дошью платье и пойду туда. Теперь посмотрим, что скажет эта вертихвостка. Каков шофер. Я слишком хорош для такой, как она. Меня нужно в кино снимать. Посмотри-ка. Что скажешь? Высший класс? Лучше не найдешь. Что с тобой? Ничего. Ты какой-то странный. У тебя случайно не болит голова? Любой, кто тебя увидит, подумает, что у тебя проблемы, как у Клинтона с Моникой Левинским. Ладно. Продолжай мечтать. Я это сделала. Я знаю, для девушки очень важно, когда это случается в первый раз. Ты с ума сошла? Ты с ума сошла?